привет дорогие мои подписчики и гости моего канала вот такая вот я с утра домашняя не накрашенная ну что думаю для встречи с вами я должна постоянно краситься вы мне уже как родные как свои да я думаю ну вот я же дома и не должна все время краситься правильно меня зовут оля мне 49 лет я странею не спеша веса почти 115 килограмм сегодня 1 июня поздравляю с нашим еще советским праздником день защиты детей я свои теплички вот вышла проверить что тут у меня творится у меня тут вот что вот посмотрите опять ну вот сколько пасынков а я сейчас позавтракаю сейчас пойду сниму свой завтрак и от она что вот она что и уже веревочки надо подкручивать вот для того чтобы привлечь опылителей у меня супруг вот тут вот рыбку такую чмошненькую разбросал немножко вон по грядке вот чтобы привлекать опылители а то вот посмотрите сколько пасынков ну ладно сейчас не буду уже ручки марать это у меня аллергия на вот это вот вообще надо делать в перчатках вот сколько вот она тут уже вовсю цветет шмеликов что-то мало вот это у нас сегодня только где-то плюс 20 плюс 20 градусов а так все дожди холод два дня было вообще плюс 10 мы сегодня на ночь накрывали кабачки боялись что замерзнут нет нету еще пока не завязалась помидорки цветут помидорки цветут ой вот только обрывала пасынки вы посмотрите они прут и прут и прут и прут а вот такие вот у меня вот уже огурчики первые три листочка я ослепляю надо будет все проверить а тут уже вот есть пуплята он пупляточки уже есть маленькие огурчики недельки через две наружу будут свои вот у меня такая у меня вот эти плечки и помидорки огурчики только огурчики мы меняем местами а сейчас надо будет тоже их полить они уже пить хотят вот видно что уже немножко вот она такое то самое пока было холодно мы не поливали два дня и не поливала в этой теплице вот три гряды одна в центре и две по бокам и вот огурчики мы меняем местами то на одну сторону то на другую вот сейчас обзорчик такой сделаю пойду покушаю свою вкусную кукурузную кашку и выйду поработаю на участочек а вот тут у меня перчики вот тоже уже подрастают вечером наверно надо будет поливать что тут у нас а тут вот у нас вон там он горох он сходит вон муж все сделал вот эти вот беревочки поставил вот чтобы горох потом за них цеплялся здесь лучок тут морковка морковка гранулированную я ее сажу чтобы не прорежать поэтому буду полоть аккуратненько смотреть она сначала так тихонечко всходит но ничего клубничка цветет нарциссы отцветают зато смотрите сколько букетов пионов ой сколько я их подкормила вот они вот они вот они вот они уже вот они уже бутончики вот они вот они красавцы вот во всю цветет клубничка у нас ты там еще море 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 клубники 11 грядок у нас все таки надо покупать морозильный ларь буду морозить все свои ягоды смородину вишню сливу сливка вот у нас сливка тут вот шавель начал уже стрелочки выкидывать вот тут под сливой мы вот застилаем вот поросли было море муж убирал всю порсль под сливой вот сейчас покажу вот сливы вот сливки она такая не крупная сверху такая красненькая а мякоть желтенькая но сладкая сладкая мы с нее и компоты и варенье но не знаю компоты буду делать а вот варенье не больно то мы едим может будем морозить посмотрим вот такая вот красотенька ладненько пойду завтракать солнышко высоко сразу не завтракала но у нас белой ночи уже так что уже ночью светло ландышики вот они мои ландышики смотрите красавчики красавчики петонки снимаю свои цветочки свои питонечки с этими дождями тут тоже уже травы надо вот он зашла и помея надо будет ее подвязать к заборчику а вот тут от нас вот он вот он где лежит вот здесь у нас ванна стоит у калитки накрыта такой резиной не резиной и чё ты тут балдеешь да ты балдеешь маркиз а ты домой то пойдешь нет ты кушать пойдешь ой толста пузина наша то что лежит а тут под сиренья сирень уже цветает а лежит ой ну как ты умеешь ну как он у нас такой лоскунчик обожатель наш да да кто у нас болтун маркиз маркиз кис ой ну пойдем или не пойдешь тоже тут цветочки а макарицы того же пока у меня разогревается каша потому что я ее делала в мультиварке очень люблю делать кукурузную кашу в мультиварке это вообще любую кашу по моему кроме манной все можно делать в мультиварке за бубенью сейчас я свой йогурт опять у меня уже там кончается вот беру вот баночку сейчас выложу ее сюда в литровую долью молочком хорошо перемешаю поставлю в тепленькую духовку духовочку можно периодически подогревать за 6 8 часов будет полная баночка йогурта ну вот все баночка пустая из под йогурта обычное молочко из магазина вот из магнита недорогое беру все хорошо перемешала убираю в теплую духовочку главное если будете подогревать духовку не перегреть а то иначе не йогурт получится творог там свернется вот и будет у меня так бывало в общем нужно смотреть чтобы не перегревать 6 8 8 часов и готова полная баночка будет замечательного йогурта я его везде использую на нем можно и стряпать его можно кушать его можно в кружечку семена чьи семена льна добавить перемешать убрать на ночь в холодильник и утром готовый завтрак в творог добавляю вместо сметаны то хоть куда сейчас сметаны почти не пользуемся вот нам потому что йогурт он все-таки менее жирный а по вкусу не знаю мне очень нравится по вкусу беру либо греческий либо активе без добавок значит что я решила я решила наконец-то кончился май вчера был последний день рождения вообще там 30 мая был еще у нашей племяшечки племяшки моего мужа увекуси 18 лет я исполнилось там у них было выпускной или выпускной еще будет а последний звонок был вот вчера мы как бы отметили все наконец-то кончился этот бесконечный массива бесконечными днями рождениями но я не хочу пока писать калории все таки это отнимает много времени сейчас огороды вязать надо но еду буду взвешивать буду ориентироваться на вес порции потому что калорийность многих блюд я уже знаю я даже на вскидочку могу оценить сколько там белков жиров углеводов ну не до точности конечно но вообще более то белковое это блюдо или это оно более углеводное то есть за уже семь месяцев восьмой месяц моего построения уже много что как бы это на памятью я не страдаю буду в еду взвешивать но писать калорийность не буду и посмотрим как оно будет вот что сынуля чай налить проходи не видно тебя левачику вот это моя кукурузная кашка значит с утра я люблю чтобы сладенько поэтому добавлю чуть-чуть буквально полмерной ложечки вот вид парада немножечко совсем и 45 граммов вот этого замечательного топленого масла хи брала его на волдырь из вкуснотища ароматная вкусно на нем можно и готовить но я в основном как-то ну конечно не дешевый продукт вот в кашу больше люблю использовать вот здесь у меня 360 грамм кукурузной каши но она немножко загустела я добавила чуть-чуть немножечко там граммов 30 еще молочка прежде чем ее погреть всем приятного аппетита кто кушает еще не сказала такие каши я всегда люблю кушать в прикуску с сыром отрежу еще буквально пару кусочков граммов 30 пашихонского сыра и вот я опять постряпала этот пирог такой он у меня получился нынче румяный так вот покажу ой вот покажу вот такой вот он зеленый лук щабель яйца сыр фарш вот вот такая красота не получается у меня снимать весь процесс некогда все хочется быстрее быстрее потому что дел много так естественно я всегда считаю к бжу потому что утречком на завтрак я его тоже обязательно буду так получается 284 и 4 десятый килокалорий на 100 грамм вы знаете он такой легкий прям вот этот кусочек легкий легкий надо будет свешить много так для интереса сколько этот кусочек так вот такой кусочек 103 грамма вот значит что тут у нас 76 белки 19 2 жиры 17 6 углеводы но дело в том что фарш у меня был свиной а если брать куриный фарш то калорийность естественно будет меньше другой раз если буду делать с куриным все обязательно буду считать ну вот такой вот он вот у меня красавчик из слоеного теста я сделала ничего сложного нарезала много-много зеленого лука добавил на щавель и посолила немножечко но постояла потом добавила значит туда яйца прям сырые начиночку а я еще морковку на потёрла у меня что-то чищенная морковка была в холодильнике морковочку сыр сыр разный у меня пашихонский и колбасный подкопченый и и фарш фарш немножечко обжарила без масла просто ну потому что он и так жирненький свиной вот всю начинку все перемешала 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 все положила полчаса надо было наверное минут на 20 поставить что-то задумалась и это ну что зато хорошо пропекся и корочка хрустит как мы любим вот мои дорогие но я естественно вечером такое не кушаю такое кушать можно с утра углеводная кстати у меня осталась начинка тут чашки потому что много я ее наделала и вот я что-то типа зеленого омлетика сделаю просто как на это на сковородочке запеку вот эту вот саму начиночку и все и наверное съем на ужин ну посмотрим покажу мою работу вот я начала раскладывать спинку кофточки вот это у меня набросаны разные элементы раскладка только как бы на читает еще не полностью раскладка накалываются на выкройку булавочками лицевой стороной вниз то есть это вот сейчас увидите и изнанку вот и связываться будет сеточкой это сделано планка там пуговки не слежат он пуговки тоже связанные вот потому что будет воротник стоечка поэтому нужно планочка вот здесь у меня прицеплен перед сейчас вот чтобы рисунок сочетался я перед по боку немножечко прикалываю это естественно лицевая часть переда вот кофточка ирландским кружевом это все 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 связано вот еще будут короткие рукавчики и воротник стоечка не знаю месяца за два наверно да вижу знаю надюшки обещала к июлю но не знаю с этим огородом поэтому я не очень люблю вязать летом не так получилось что вот перешло на лето вяжется очень долго такая кофточка от четырех до шести месяцев потому что крючки тонкие ниточки тонкие все тоненькая но зато эти вещи эксклюзивные даже захочешь второй второй такой же связать сам никогда не свяжешь все равно она будет уже другая один в один связать невозможно хлопок и шелк ниточки дорогие импортные наши российские это можно сказать барахло я ими не пользуюсь ну потому что качество абсолютно другое хотели все возьми хоть пехорку хоть что это совсем другое ну вот мои дорогие вторые полдня сегодняшний наверное сниму уже отдельным роликом который выйдет завтра что-то я решила днем ролики выкладывать как-то так лучше чем вечером не знаю мне так больше нравится поэтому подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии будет много интересного всем пока пока целую обнимаю ваша оля